здравствуйте дорогие любители рукоделия с вами оксана перуцкая вы на канале нитка ниточка сегодня у меня за окном поют птички хотя солнечным этот день явно не назовешь но я думаю что это все равно прибавит вам немножечко настроение если вы слышите их пение и на ваших экранах сейчас образцы которые я связала не только для того чтобы попробовать протестировать пряжу которую приобрела но еще и потому что мне захотелось показать вам вот этот замечательный узор посмотрите как по разному он смотрится на неодинаковой пряжи вот это например мериносик сразу скажу что эти тонкие спицы просто сейчас выполняют роль пялец чтобы не закручивались края вязала я на спицах соответствующего номера вот это мериносик повторюсь вот это хлопок мерсеризованные или мерсеризированные его называют и так и так он довольно плотный и мне было интересно проверить как он ведет себя в полотне скажу вам сразу что по ощущениям и в сравнении с другими видами хлопка он довольно жесткий и чуть позже я еще вернусь к этому вот этот образец тончайший потому что и ниточка сама тоже хлопковая великолепная тоненькая и она замечательная в матке вот здесь посмотрите это cotton soft то есть мягкий хлопок 55 процентов хлопка 45 процентов полиакрила и 600 метров 100 граммах я не раз в своих видео говорила что очень люблю мотки с большой длиной нити но каждый раз когда я их приобретаю естественно появляется следующий вопрос вязать ли тонкими спицами в одно сложение или все-таки соединять я попробовала и так и так честно скажу мне нравится это и другое безусловно вот на такой свитер очень тонкий летний хлопковый пойдет совсем мало может быть даже всего лишь один моток и когда я стала соединять со вторым мотком я конечно взяла в руки спицы номер три и полотно получилось такой вот ну как будто вяжешь его из мериноса в любом случае эксперименты я очень люблю и об узоре мы поговорим с вами чуть позже вот это ниточка посмотрите ализе тонкий бамбук файн по-английски слово имеет много значений в том числе тонкий чистый тонкий бамбук турецкая нитка и тоже хорошая длина 440 метров 100 граммах тоже когда я купила я взяла четыре матка то есть замечательная длина нити получилось и скорее всего я тоже буду вязать в два сложения поэтому я и попробовала этот образец именно в сочетании двух нитей вот вы видите да и конечно спицы я взяла тоже троечку получается такое пушистое рыхлое в хорошем смысле слова вязание посмотрите как удивительно смотрится на нем этот совершенно простенький но очень эффектный узор мы с вами его сегодня провяжем вот этот египетский хлопок я покажу вам значит 210 метров в 100 граммах стопроцентный хлопок я из-за великолепного сочетания этих двух цветов очень хочу связать вместе и уже те кто посещает мой инстаграм и группу в фейсбуке могли видеть как я пробовала сочетать вот этот зеленый с этим замечательным ягодно баклажановым цветом и я пробовала его сочетать с оранжевым цветом он темно-темно изумрудный вот сейчас камера про практически один в один показывает его цвет я не могла оторваться от него конечно прихватила его с собой и вот это уже несколько раз провязанная нить разные образцы я распускала и как вы видите никаких кудряшек она не оставляет вообще такое ощущение что вы держите в руках велюровую нитку я внизу оставлю в инфобоксе ссылочки на свои два свитерочка связанных из велюровых ниток коричневый и вот такой же точно изумрудный но в тех роликах я рассказываю недостатках пряжи но бук которые я в ней обнаружила и первое и главное что я бы хотела упомянуть это невозможность распускать нить велюра а это при том что это хлопок по ощущениям абсолютно как велюровый образец получается выдерживает многократное распускание поэтому я считаю что взамен того моего изумрудного свитера из нубука я могу связать вот такой и скорее всего он будет в сочетании с этим цветом очень очень мне нравится их сотрудничество те из вас кто вяжет давно и умеет читать не только схемы и описание узоров но и по тому как выглядит образец могут угадать как он вяжется однозначно узнали вот такой узор который можно назвать три из трех сейчас я для начинающих вязальщиц покажу его вот здесь у меня набрано 23 петельки почему именно 23 потому что когда я начинала вязать первый ряд узора то я делала одну лицевую затем три из трех снова одну лицевую и конечно заканчивал одной лицевой безусловно по обе стороны у нас есть еще по одной кромочной поэтому сейчас я так и буду провязывать то есть я снимаю кромочную по своей традиции затем я вижу одну лицевую и дальше я захватываю 3 петли вместе провязываю их одной петлей затем набрасываю тут же накид и еще раз провязываю через те же самые три петли поэтому такую вязку можно назвать три из трех после того как три из трех провязана я провязываю одну лицевую посмотрите если вы хотите вот такое очередование в шахматном порядке то это одна лицевая должна расположиться ровно посреди звездочки в предыдущих рядах теперь вы видите что промежуток между двумя звездочками предыдущих рядов должен стать средней петлей когда вы делаете три вместе и мы с вами опять одну вывязываем затем накид и еще раз вывязываем одну и так далее вот последовательность и простота этого узора просто удивляют тем более что впоследствии это выражается в такой эффектности замечательной конечно оказавшись на изнаночной стороне вы провязываете просто изнаночные петли то есть когда у вас есть три из трех до получается вы их провязываете отдельно как бы разделяя и подтягивая слегка ниточку в то же самое время немножко соединяете вот эти вот расстояния до пробелы такие которые образовались между лицевой и вот этими тремя сгруппированными вместе петельками и конечно ваше полотно в результате будет однородным безусловно вот такой очень простой узор когда вы оказываетесь на лице вы дальше можете импровизировать решайте сами что вам сделать вот у меня дальше провязана просто два ряда лицевой глади то есть лицевые на лице изнаночные на изнанке все очень просто но как раз в этом моменте тоже можно поимпровизировать возьмите провяжите здесь изнаночную дорожку или провяжите лицевую дорожку затем изнаночную и потом смотрите с какой частотой вы хотите располагать вот эти вот так называемые звездочки наверное но так условно можно их назвать потому что вот здесь вы видите на этом бамбуковом образце посмотрите как красиво они складываются если не делать между ними никаких промежутков вот просто в каждом лицевом ряду вы вяжете со смещением эти звездочки и между ними обратите внимание тоже нету вот этой полосы лицевой поэтому они и вот так вот сгруппировались в очень очень красивую последовательность да а затем я для контраста для того чтобы показать вам как на тех же самых нитках будет выглядеть вот этот первоначальный узор я провязала вот через два лицевых ряда эта последовательность вот сейчас которую вы видите справа абсолютно такая же как та что слева но на темных нитках конечно это будет смотреться уже менее эффектно менее заметно ну и повторюсь эти нитки слегка грубоваты поэтому надо понимать когда вы вяжете образец если это будет например летняя маечка вы должны сразу прогнозировать то как она будет сидеть на вашем теле будет она незаметной или скорее всего доставит вам какие-то неудобства ну а уж если связать в одно сложение из вот таких хлопковых ниток летнюю маечку то поверьте вы ее совершенно на себе ощущать не будете потому что и образец этот сам по себе невесомый в моих руках и тоже на нем как и на вот этом вот лавандовом я показала вам как без промежуточных лицевых петель будет это выглядеть и в то же самое время как это будет выглядеть с такими вот промежутками давайте теперь порассуждаем как вообще распределить узор и что в результате у вас получится ну например я представляю себе что вот таким образом можно связать какую-то кайму по низу майки например и затем все остальное поле майки можно сделать с вот такими промежутками или просто сделать их лицевой гладью или перемещаясь скажем при вязании снизу перемещаясь к верху к лямочкам майки к вырезу вы можете делать эти ряды все реже и реже и в конце концов когда вы окажетесь у в области подмышек проймы и выреза вы допустим переходите на лицевую гладь или наоборот вы возвращаетесь к тому же самому вот этому насыщенному сочетанию этих тройных звездочек и тогда это будет своего рода объединением с той частью которая окажется по низу изделия наш вид творчества замечательным тем что мы вообще можем вывязывая образец попробовать несколько вариантов в данном случае вы можете например между двумя соседними звездочками сделать расстояние больше но скорее всего оно должно быть нечетным правда согласитесь потому что здесь например между ними может быть не одна петля а скажем 3 и тогда в верхнем ряду через какой-то промежуток вы вот из этих трех промежуточных петель свяжите 3 из 3 и это тоже будет очень интересный вариант а теперь я хочу вам показать как получится вот такое поле покрытое полностью нашими звездочками здесь вы вяжете по тому же самому принципу между этими звездочками оставляете по одной лицевой петле но как только вы доберетесь до третьего ряда то есть второго ряда на лице вы увидите что не надо провязывать лицевую гладь а сразу переходите к этому же узору сейчас я добираюсь до конца ряда смотрите по обе стороны если образец у вас такой же как у меня 23 петли по обе стороны у вас должно остаться по одной лицевой петли теперь изнаночный ряд вот как вы видите на изнанке вот эти ряды будут выглядеть немножечко дырявыми так и должно быть я провяжу изнаночный ряд и на лице снова покажу как делать дальше конечно принцип тот же что и вот в этом варианте узора только теперь вы должны немножко провязать в образце да пусть это будет три лицевых или можете сразу сделать эту звездочку и затем между предыдущими звездочками у вас должна получиться новая теперь посередке у вас лицевая петля и между ними поселяется новая звездочка еще раз лицевая петля там где раньше было три из трех а где была лицевая петля теперь будет три из трех и так вы провязываете в каждом лицевом ряду и у вас получится вот такая последовательность как на моем образце самом начале вот я вернулась на лицевой ряд да и уже ведь видите вот эти дорожки повторяются вот здесь еще два ряда провязано рисунок все более похож на начальный ряд то есть смотрите вы можете даже представить себе что вывязывая полотно вашего летнего джемпера или маечки например вы чередуете вот эту секцию вот с этой еще я представляю себе что вот эти три секции если закончить также как и начинала то они будут по низу изделия и по рукавам очень красивую кайму изображать и дальше можно продолжить лицевой гладью из-за того что вот здесь промежутки провязаны лицевыми петлями сочетание вот этих узоров с лицевой гладью будет смотреться просто великолепно вот смотрите о такой кайме и я как раз говорила и я ее имела в виду представьте себе эту отделку в нижней части вашей вещи или например низ рукава я очень люблю когда манжеты у рукава очень широкие высокие я бы сказала и мне кажется это будет прекрасным украшением особенно если весь остальной джемпер например связать просто лицевой гладью где-то пару звездочек пару рядов бросить в отделке например горловины а все остальное сделать лицевой гладью вот такие вот по ходу дела по ходу эксперимента я вижу идеи и мне кажется что они будут очень классно смотреться вот такой сегодня у нас с вами старый добрый но возможно кем-то незаслуженно забытый узор я показала вам несколько вариаций разного рода сочетания его с лицевой гладью и конечно вы теперь можете сделать выбор из каких не так лучше всего его связать вашем конкретном случае будь то египетский хлопок или турецкий хлопок или бамбук или например мериносик из которого в одном из моих роликов мы с вами вязали мой авторский шарф ссылочки которые я и обещала я конечно оставлю в описании а вам я желаю хорошего дня великолепного настроения весна если у вас есть свой садовый участок дача я желаю вам цветения ваших любимых растений хорошего урожая и прекрасной погоды с вами была оксана перуцкая канал нитка ниточка до скорой встречи подписывайтесь ставьте лайки и почаще заходите на мой канал добавляйтесь мои социальные группы просматривайте instagram там всегда можно увидеть много интересного до скорой встречи пока